МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы будем говорить о ситуации с поддержкой бизнеса в Кировской области, прежде всего, малых и средних предпринимателей. Будем говорить об уходе Николая Липатникова с поста президента авиатской торгово-промышленной палаты. Будем говорить об опоре России. Но, наверное, можно перекинуть мостик с первого нашего часа. У нас был Юрий Лаптев, председатель контрольной счетной палаты Кировской области. Юрий Николаевич сказал следующее. Он сказал, что в результате проверок выяснилось, чтобы реализация как раз нацпроектов, федеральных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства, больше всего самый большой провал. То есть было 11 программ, которые они проверяли. И самый большой провал как раз по исполнению программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, где процент исполнения этой программы оказался минимальный, всех 11. То есть, по большому счету, деньги были, но они не были освоены. — Вы в курсе этой ситуации? Это первый вопрос. — Я, конечно, в курсе. Тогда нам бы хотелось, чтобы вы прокомментировали эту ситуацию. Почему она сложилась и как это выглядит на самом деле? — У нас есть существенная претензия к текущему правительству Кировской области, что оно мало взаимодействует с общественными организациями предпринимательств. Либо тот формат, который избран в взаимодействии, он не отвечает времени. — До сих пор, если какие-то запросы присылаются в каком-то виде бумажных запросов, с нами не обсуждается. Даже если мы что-то отвечаем. Я, честно говоря, разуверился уже отвечать на все, потому что, чтобы мы не написали, диалог очень сложный. — Либо мы плохо говорим, либо нас не хотят слышать. Даже вот мы тут раз с вами, ларьки, еще что-то каждый раз обсуждаем эту тему. Почему-то наше правительство приняло на себя, так сказать, право урезать федеральные нормы, ухудшить их для нашего ларьковведения, владения, так скажем. — Даже все нормы, которые прописаны, они взяли и уменьшили. И сроки, и так далее. И вообще как бы. И сейчас областной этот документ, он спущен вниз. Город может воспользоваться этой ситуацией и как-то еще больше усложнить вот эту ситуацию. Поэтому вы меня спрашиваете, почему? Потому что нет диалога. — Вы говорите, что взаимодействие с общественными организациями, которые работают предпринимательскими организациями, крайне слабое. Нет реакции, нет понимания. — Это значит, что вы считаете, что наши общественные организации от предпринимателей — это действительно некая сила и профессионально работающие люди, которые могли бы и при должном внимании изменить ситуацию. О каких организациях речь идет? — Мы не называем себя силой, мы называем себя экспертами. Мы, хоть, может, у нас и не совсем многочисленная организация, но, тем не менее, у нас есть опыт. У нас есть опыт работы в разных отраслях. — Естественно, если спрашиваете, какие конкретно, конечно, Торгово-промышленная палата, Советы хозяйственных руководителей, Деловая Россия, ПО Россия, Лига предпринимателей. — Как-то раньше с нами чаще встречались и чаще задавали нам вопросы, как экспертам. Теперь это, в принципе, практически искренне. — Раньше целый заместитель губернатора, начиная с правительства Николая Ивановича, отвечал за развитие малопредпринимательства. Фамилии вы, наверное, все знаете. Шаров Сергей Иванович, Казаков Сахалек Александрович, Вершинин, Алексей. Блин, отчество у меня за казахами. — Он всегда представлялся как Алексей Вершинин. — Алексей Вершинин, ну, дай бог. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы взаимодействие восстановилось на уровне заместителя губернатора Кировской области. — Правильно я понимаю, что правительство в отрыве от этих организаций, от экспертного сообщества, с трудом принимает грамотные решения в отношении предпринимателей? — Да, самое интересное, что, может быть, решений там больших никаких и не надо, потому что малый бизнес действительно развивается сам. Но встречи, куда идти, по какому вектору развиваться, не нужны. То есть именно нужно благословение власти, что идем туда, либо идем туда, либо вот есть такие инструменты, нацпроект, будем делать то-то, то-то. Когда и мы считаем, что оно должно быть более частое, чем сейчас. Раз в год провели, и все забыли. — Андрей Николаевич, вот эта ситуация уникальная в России, то есть в нашем регионе она такая специфическая и так сложилась, или это вообще общая такая повестка по стране? — Я всегда говорю, что общественник не может быть всю жизнь общественником. Рано или поздно это будет вырождаться и трансформироваться в какие-то другие формы общения. Созданный бизнес-центр, или как его назовут сейчас? — Мой бизнес. — Да, мой бизнес. — Может быть, это старт новой какой-то ситуации, когда нас туда должны, как бы мы должны, может, мы сами должны туда приходить, на эту площадку. Но ведь общественная организация строится снизу вверх. Если нет запроса снизу, мне вот как руководителю ходить и создавать иллюзию важности совершенно, я считаю, что это глупо и тупо. То есть, да, партии строятся сверху вниз. Мы другая организация, мы организация общественная. Есть запрос от предпринимательства, но ведь бизнес разуверился в том, что даже если он сформирует этот запрос, он дойдет до верха и какая-то будет реакция на это. Вот, не знаю, там статья была в бизнес-новостях, я обсуждал с вашими коллегами, смешниками, да. То есть, вот запроса нет. И еще самое печальное, что я говорю, вот по этим ларькам был на совещании, на котором меня никто не услышал, потому что я плохо говорю, я из себя не снимаю никакой ответственности. Ну, принято было совершенно, так сказать, бизнес. Меня потом говорят, так ты, Швавилов, там был, поэтому все легально и законно. То есть, нас используют для легализации своих решений, в которых нет неучтенного интереса в бизнесе. А мы так хотим. Вот, поэтому что-то с этим надо делать. Вы меня спросили, какая тенденция по всей стране. Тенденция по всей стране такая, что надо что-то будоражить. Да, тяжело, да, там, где вода, под лежачей камень вода не бежит. Многие рассказывают о своих успехах взаимодействия с властью. Но, фактически, наверное, власть сейчас, вот она такая, достаточно жесткая и достаточно сама в себе. Вот это неправильно. То есть, есть большой разрыв между властью и общественными организациями. Очень большой разрыв. Его надо восстанавливать. Хотя, да, у нас руководитель, президент Калинин Александр Сергеевич. Куча сюжетов, куча фотографий, где он с первыми лицами государства на госсоветах и везде. Но даже вот сегодня введение уже чипирования или что-то сложного, значит, в молоко. То есть, уже на каждом пакете молока. То есть, у нас вот это чипирование скоро, не знаю, я не знаю, его придумывают везде уже. Мое видение, что новый завод создаешь, вот в новом заводе надо предусмотреть все требования текущие. У нас ведь закон обратной силы не должен иметь. Это еще в каком-то веке до нашей эры или Хамурапи придумал, что закон обратной силы не имеет. Почему мы сегодня все пытаемся, значит, аптекарям навязать на каждую, значит, баночку, на каждую коробочку какой-то шифр, что сделано там-то, там-то, там-то. Да, что, вот Николай Михайлович читали, да, читали ведь в газете, что он рад, то есть, ну как, есть существующая линия, ее надо разрезать. Да, конечно, мы это проходили, когда-то счетчик ставили на винзаводах. Такая же история, помните, была, мы все говорили, что как это разрезать линию, ну, в конце концов, все равно разрезали, да. Сейчас опять уже на каждой линии фармацевтической, на молокозаводах, значит, еще где-то надо разрезать линию, вставить какое-то устройство, которое будет наносить страховое кодирование или какой-то там QR-код, уж как он будет называться. Но это все деньги. Эти деньги в конечном итоге либо будут из кармана бизнеса, либо в конечном итоге лягут на покупателя, на потребителя, да. Если мы сегодня, к сожалению, многие предприятия работают с небольшой рентабельностью, значит, все равно это ляжет на потребителя. В убыток мы вечно работать не можем, иначе мы обанкротимся. Либо будет передел рынка, который, в общем-то, нам уже предприниматель мерещится в каждом углу. Что бы ни случилось, мы сейчас говорим, все, у меня хотят кто-то отобрать. Каким-то странным способом. Причем никто не сознается, что он хочет отобрать, но мы это видим. Через проверки разного-разного рода. Прервемся сейчас на полминуты. Напоминаю, у нас в гостях Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения «Опора России». Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения «Опора России». Здесь у нас в гостях мы говорим о состоянии малого и среднего бизнеса в Кировской области, о ситуации с поддержкой этих видов бизнеса. И напоминаю, что у нас прямой эфир, 211-101 номер телефона для прямых звонков, а также вы можете воспользоваться вайбером 8909 720 101 0, 8909 720 101 0. Или нашим каналом в Телеграме, канал «Эхо Кирова». Участвуйте в обсуждении, пишите, я могу зачитывать ваши вопросы и мнения прямо в эфире, прямо сейчас. Андрей Вавилов, у меня возник вопрос. Вот мы говорили уже об этом новом центре, там «Мой бизнес» или как он называется, да? То есть представители, вы были у нас в эфире, говорили, что мы открыты там к встречам, мы готовы там консультировать, готовы помогать. Вы пробовали на какие-то контакты выходить с этими людьми? Нет, на уровне своего предприятия я работаю с бизнес-центром. И мне все прекрасно. Я вот как предприниматель, но как общественная, как организация, нам нужно туда, собственно, нагонять своих людей каких-то. То есть это совершенно, ну, а зачем мне это надо делать? Куда привезти людей, чтобы там мероприятия провести? Ну, это как бы, ну, пока это я не вижу цели. То есть те мероприятия, которые они проводят, вы не видите цели на эти мероприятия приводить, скажем, своих людей. Правильно понял? Так они, по идее, должны сами этим заниматься. Они-то, как бы, вот, вернее, не сами должны. Бизнес должен настолько верить, что он туда придет, ему помогут. Он должен туда сам прибегать. Андрей Николаевич, в ситуации, когда экспертное сообщество, бизнесмены видят, что их в этом регионе власти с ними плохо коммуницируют, их не слышат, что происходит дальше? И идут ли, происходит ли исход предпринимателей из Кировской области, отслеживатели в эту ситуацию? Вот я только могу про себя любимого говорить. Я, конечно, рассматриваю другие площадки других регионов, что мне вот сейчас надо для одного проекта начинать все с нуля. И надо ли это делать в Кировской области? Я, честно говоря, уже вот вы мне задали такой вопрос. Я вот с ноября месяца хожу в такой прострации. А вот оно мне тут зачем все? Нет, ну, скажем, наши соседи, наши из Удмуртии, объявились же о том, что они, если ты открываешь свой бизнес у нас в Ижевске, пожалуйста, мы тебе снижаем там ставки налога, там, ну, по упрощенной системе, да, условно говоря, там с 6 до 3, с 15 до 8, приезжайте к нам, регистрируйте бизнес, даже реклама, и что, от Кирова до Ижевска всего 2 часа? Да, еще гораздо проще, вот даже вот фармацевтам сейчас нужно тратить на вот эти бирочки, да, и в значительной части регионов снизили, и они уходят с НВД, слетают с НВД, у них возникают налоги, новые налоги, вернее, не новые налоги, а другая сумма налога, так скажем. Так есть часть регионов, которые снизили с 15, ну, доходы минус расходы, до 7 с половиной, и с 6 до 1 процента. До 1 процента вообще, да. То есть еще пуще, чем Ижевский, там примерно до 3. Да, поэтому есть регионы, где власть идет к предпринимательству или не идет, или диалог ведет о том, что вот мы знаем, что у вас ухудшатся условия, а давайте мы придумаем какой-то переходный период, хотя бы не на всю жизнь, а на 5 лет, чтобы вы спокойнее пережили вот эту новеллу федерального уровня, у вас увеличиваются налоги, как с НВД. Мы знаем, что вы примерно... Вот мы когда патенты раньше обсуждали, лет 10 назад, мы как раз подбирали какую-то доходную составляющую, налоги с этой доходной составляющей, подбирали базовые ставки для патента. Никто не мешает сейчас это делать. Просто я точно знаю, что это была инициатива Ануфрия Павла Николаевича, и мы целые команды сидели, каждую цифру вымеряли. Вот недавно их продлевали, вот эти базовые ставки. Нас пригласили как экспертов, и мы одну цифру, там связанную как раз с торговыми центрами, поменяли, они нас услышали. Нельзя говорить, что совсем не слышат, но только потому, что пригласили как экспертов обсуждать это. Вот мы высказались, ТПП поддержал, а я высказался, они услышали нас. Может, не до конца ту цифру, которую мы доказывали, но взяли нас как экспертами, услышали и поменяли. Но таких взаимодействий единицы, совершенно единицы. В ситуации, когда вот такая слабая коммуникация, не пропадает ли смысл для вас лично руководить опорой России в Кировской области, объединять людей? Вопрос очень простой. Наверное, и я когда-то себя изживу. И не исключено, чем раньше это сделают, тем лучше. Понятно, что сейчас, наверное, второй вопрос, вы там все равно поднимете, потому что в торгово-промышленной палате, значит, Андрей Леонидович, я так понял, сейчас исполняет обязанности, да? Нет, по-прежнему Николай Липатников является президентом торгово-промышленной палаты, Андрей Леонидович его замом, и в марте месяце после очередного съезда уже будут утверждены новые должности. Ну, мы сейчас приняли для себя такую ситуацию о том, чтобы вот у нас есть тоже исполнительный директор опорой России, Егор Поспелов, для того, чтобы, вот, я уже не знаю, как там, передача власти, или еще как ее называть, давайте так назовем, что вливание более молодого поколения, ну, вот, как бы, так сказать, в управление торгово-промышленной палатой, да? Опора России. Мы со своей стороны, как бы, вот я, собственно, собрались, и с Егором Поспеловым приняли решение, что просто сейчас активизировать работу с торгово-промышленной палатой. Вот он с Усенко, а я там, условно, с Николаем Михайловичем продолжаю общаться, как бы, и мы, вот этот, их переход в какую-то, вот, там, что я не лезу в их, естественно, кто у них там будет президентом, там, не президентом, или как-то еще что-то. Мы, то есть, включаемся в более широкую работу для того, чтобы вот эта преемственность власти, как бы, она произошла, произошла, и, ну, что мы можем, мы поможем. Я не очень все-таки понимаю, в отношении опоры России, ее руководства, какие-то изменения произойдут в Кировской области? Это все зависит от членов опоры России. Давайте у нас, у нас совершенно общественная организация, если молодежь мне скажет, что твои методы уже управления устарели, я подниму две руки и скажу, ребята, управляйте, проводите конференцию, управляйте, избирайтесь, находите новые инструменты, работайте. Для меня, как бы, с 2002 года мне не стыдно, как бы, за то, что происходит. Хорошо, тогда, раз мы заговорили о торгово-промышленной палате в Яцкой, то решение, которое принял Николай Липатников, уйти с поста президента, как вы оцениваете? Это совершенно нормальное решение. Я сегодня с ним утром встретился, мы еще раз пообщались. Совершенно человек без всякого, то есть он, ну, на самом деле он никуда не уходит. Он остается, какая-то должность, еще что-то. То есть я думаю, что все мы когда-то куда-то пойдем. И вот как раз думаю, что самое сейчас сложное для палаты, это будет как раз сохранить преемственность поколений. Все равно оно придет как бы. Поэтому, вот я говорю, мы, я уже сказал, что мы со своей стороны, я как раз говорю, мы пытаемся, вернее, не попытаемся, чем можем, то поможем. Как раз у нас как раз тоже молодежная опора, мой, Егор, как бы, будет заниматься Сусенко чаще, как бы, больше. Поэтому дай бог, чтобы преемственность перешла. Ну, в конце концов, ну, правительство тоже в стране поменялось. Не надо делать ни с чего-то ради ее. Нет, здесь речь идет не о трагедии, речь идет о том, что Николай Михайлович, человек, ну, вот, который, ну, пользовался определенным таким, можно сказать, непререкаемым авторитетом, да, скажем, в бизнес-кругах, и в том числе так или иначе ли влиял на какие-то решения, которые принимались вот здесь у нас неподалеку. Так или иначе ли, опять-таки, в равной степени. Вот его уход, вот, как бы, скажем так, как можно оценить в этом плане, станет ли труднее бизнесу отстаивать какие-то свои права с его уходом? Я думаю, что труднее не станет. Почему? Потому что и с Андреем Леонидовичем, у нас, по крайней мере, у меня лично, выстроено совершенно замечательное отношение, взаимодействие с торгово-промышленной палатой. В лице, это сказать, если все-таки Андрей Леонидович будет утвержден, там, вот, на руководителя торгово-промышленной палаты, нам будет совершенно комфортно работать. Поэтому хуже никогда ничего не становится. Я думаю, что Николай Михайловичу долго будет помогать, и все будет хорошо. Я точно знаю, что будет все хорошо. В торгово-промышленной палате будет все хорошо, потому что у нее есть своя задача, у нее есть своя миссия, у нее есть свои функции, которые никто не заменит, ни одна общественная организация. У нее, в конце концов, самая значимая общественная организация в всей стране. Поэтому дело в том, что во всем мире торгово-промышленная палата имеет очень весомые, это сказать, и позиции. Даже во всем мире, ну, в Европе, по крайней мере, регистрация предприятий идет через торгово-промышленную палату. И пока ты не получил, я уже, по-моему, рассказывал, несколько, вот как у них тоже надо получить поддержку нескольких членов, либо известных людей, тебе практически не дадут создать предприятие, если не скажут, кто ты такой, кто, с кем ты общаешься. И это нормально, как бы. Там нет проходинцев, которые приходят в бизнес. По крайней мере, я так на 90% уверен, что у меня несколько было мероприятий с представителями торгово-промышленной палаты Германии. Они проводили у нас семинары с выпускниками президентской программы. И они нам докладывали, что торгово-промышленная палата Германии это очень мощный орган, который, в общем-то, наверное, мы видим, как бизнесмены Германии противостоят сегодня мировым каким-то атакам на наши совместные проекты России и Германии. Андрей Усенко в очередном заседании, которое было на прошлой неделе, где как раз Нелепатников объявил о том, что он уходит, и он предложил кандидатуру Усенко, сказал, что одной из задач торгово-промышленной палаты в текущий момент является расширение состава участников. Расширение состава участников и качественное, и количественное. Мы пытались найти вот эти ресурсы, за счет кого и за счет чего, расширять. Вы их видите? Понятно, что совсем резкого какого-то скачка быть не может. У нас за день общество предпринимателей, бизнесменов не поменяется. Но если Андрей Леонидович привнесет какие-то свои нотки в консолидации бизнеса общества, я думаю, что он сможет сделать достаточно значимую работу. именно молодое поколение сегодня, оно, к сожалению, родилось потребителями. Ну, так мы, я считаю, что мы создали им условия, вот пока, значит, что-то, если я не понимаю, что я оттуда что-то получу, я туда не пойду. Когда это общество потребителей или молодое поколение, которое вот так начнет мыслить, что я созрел и я готов уже делиться, собственно, общественной организацией, это как раз ты приходишь и отдаешь свой опыт. Вот они сейчас пройдут эту стадию. Я смотрю многие сайты молодых уже предпринимателей, которые гораздо младше меня, хотя мне еще 54 года нет совершенно. Они уже пишут, что мы осознали смысл жизни, и теперь мы занимаемся вот этим. То есть мы несем какое-то добро людям. Я думаю, что уже вот есть посыл на вот быть не просто ради прибыли, ради каких-то оборотов, ради... Путемельство становится, хотя бы, может, часть из них, может, не все, но становится уже не просто думать, быстро урвать деньги, непонятно, что после тебя выжжена земля останется. Такое уже, мне кажется, проходит. И вот я думаю, что вот на этой волне, наверное, можно консолидировать людей. Андрей Леонидович, есть все возможности этим посниматься. Прервемся сейчас на полторы минуты у нас рекламы и продолжим разговор с нашим гостем Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения опора России в нашей студии. Руководитель Кировского отделения Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения «Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Опора России» у нас в студии. Ситуация торгово-промышленной палаты имеет смысл, мне кажется, обсудить, продолжить обсуждать. Много хороших слов Андрей Николаевич сказал и в адрес Николая Липатникова, который уходит с поста президента авиатской торгово-промышленной палаты, и Андрея Леонидовича Усенко, который единственный кандидат, и он поддержан, был советом на прошлой торгово-промышленной палаты на прошлой неделе. И все-таки мы осознаем, что несмотря на преемственности, передачу и сохранение традиций и того, и сего, мы понимаем, что Николай Липатников, стоявший у истока, 93-й, по-моему, год, торгово-промышленной палаты в Кировской области и объединивший вокруг себя, прежде всего, весь крупный бизнес и красных директоров, так называемых, красных директоров, которые составляли долгое время ядро торгово-промышленной палаты, передает власть молодому человеку, у которого, возможно, другие взгляды на развитие палаты невозможно, наверняка они присутствуют. Значит, какой смысл, правда же, насчет авторитета и взаимодействия и направления развития торгово-промышленной палаты? По-прежнему ли останется, на ваш взгляд, вот такие прогнозы, ядром торгово-промышленной палаты абсолютным, главной действующей силой и силой влияния, вот это вот как раз ядро из красных директоров? Я думаю, что красных директоров надо еще долго-долго слушать и уважать. Почему? Потому что советская плановая экономика, она все равно вернется. Все равно вернемся к плановой экономике. Их опыт, их опыт именно управления плановой. Какой-то страшный прогноз. Советская плановая экономика вернется. Ну, хорошо. Говорит предприниматель. Плановая экономика, она вернется в любом случае. Вот дикий рынок, он рано или поздно закончится. Мы вернемся... А он дикий сейчас, Андрей Николаевич? Он до сих пор дикий. Он до сих пор дикий. Но он закончился из-за как раз деньги, которые заходят через бюджеты, то есть через госструктуру, через госпонополии. Деньги в государства заводятся в основном через федеральные проекты, еще что-то. Поэтому мы вернемся все равно к плановой экономике. Пусть она не советская будет. Она будет какая-то там наша, своя, российская. Но мы вернемся к ней. Нельзя без планового жить, потому что все нужно планировать. Все остальное это хаотичное движение Броновское, которое уже, честно говоря, оно... Я думаю, что людям моего возраста, которым за полтинник, оно уже как бы... Оно уже не нужно. Вы все время ссылаетесь на Запад. Германию приводили в пример. Там плановая экономика? Я думаю, что там элемент планирования, он очень глубокий. Почему? Потому что взять любые крупные автогиганты... Но как на автогиганте, не будет плановости. Нет, дело в том, что автогигант частное предприятие. А мы говорим о плановой экономике, ссылаясь на Советский Союз, план устанавливало правительство, а не бизнес. Нет, я говорю... Вы стремитесь, чтобы мы вернулись к плановой экономике, которую нам диктует государство все-таки, или бизнес? Мы не стремимся. У нас де-факто деньги заводятся через государство. И поэтому в сложившейся ситуации у нас увереннее будет работать плановая экономика, а не та, которая в рынке пытается найти своего клиента. Это очень сложно. Мы уходим, на Ваш взгляд? Ну да, практически. Все признаки этого ухода Вы видите? По крайней мере, крупный и средний бизнес точно уходит. Мелкий и малый бизнес, конечно, будет, как на Диком Западе, пытаться поймать своего клиента на рынке. И это очень сложная задача. То есть мы так и не научились свободному рынку и свободной экономике? Я бы так сказал, сегодня в малом и микробизнесе прав тот, кто умеет продавать. Неважно, что ты продаешь. Как ты обернул продукт и как ты клиента чем зацепил. А, естественно, в среднем и в крупном бизнесе там плановая экономика. Если у тебя большой-большой оборонный заказ или нефтянка или заказ нефтяников или заказ кого-то стабильно... Ну, от крупных корпораций каких-то заказов. Да, да, да. Мы говорим про отрасли, с которых соскочить все время пытались за эти годы, десятилетия. Мы говорили о нефтяной игле, мы говорили об оборонной игле, а теперь вы говорите, что именно к этому надо вернуться и именно на это рассчитывать. Разве это не движение назад? Ну, в любом случае это машиностроение. Какого уровня у нас машиностроение, поддерживающие вот эти две отрасли? Я не очень понимаю все-таки. Мы все время говорим о том, что именно то, что мы сосредоточены на федеральных субсидиях, на госзаказе, на нефтянке и на оборонке, не дает развиваться, в том числе нашему машиностроению, и мы сильно отстаем от передовых стран. И мы говорим сейчас о том, вашими устами, что мы все-таки должны туда вернуться и жить на госзаказе, и производить оборонную продукцию и нефтяную. Я разве рад туда вернуться? Вы меня не слышите. Я говорю, что, к сожалению, мы идем туда. Но я, как предприниматель, естественно, останусь там, где не плановая экономика. Мне вот это все неинтересно. Мне вот это интересно. То есть вы сожалеете, что все идет туда? Я сожалею, что идет туда. Все понятно. Простите. Но я хочу остаться в том, в новизне, в конкуренции, чтобы быть свободным предпринимателем. Мне вот эти рынки, которые фиксированы, вот у тебя госзаказ, вот у тебя деньги, вот у тебя такая-то себестоимость должна быть, мне это неинтересно. Как предпринимателю? Я думаю, многим другим предпринимателям это неинтересно. Но есть предприниматели, которые встроились в эту систему получения госзаказа и успешно функционируют. Но еще при этом дают работу малому бизнесу. Вот это, как бы, может быть, искусство будет. Вот этих всех средних бизнесов, до которых доходят бюджетные деньги, суметь с малым бизнесом выстроить взаимоотношения. Это слово матершина, контракт акция или еще какое-то, которое мы уже 15 лет трясем. Поэтому, не знаю, мы говорили о красных директорах. Да, мы говорили о красных директорах, и вы сказали, что они еще долго силы, их нужно слушать. Их нужно слушать и учиться у них. А есть ли силы? Ну, они представляют вот это вот как раз госзаказовское ядро. И при этом мы понимаем, что у нас провал в среднем и малом предпринимательстве. А это ядро когда станет значимым? Оно строится снизу вверх. Так же, как общественная организация. Так вот, для того, чтобы строиться снизу вверх, надо постоянно искать новации и постоянно быть конкурентнее всего мира. И не ждать, когда китайцы у тебя украдут. А надо бежать, бежать и бежать. Каждый день. Каждый день находить что-то новое, разрабатывать что-то новое и бежать. Даже если китайцы украдут, то у тебя уже два хода вперед должно быть сделано. Но вход на рынок, на российский рынок достаточно не очень большой. То есть, надо еще уметь второе предприятие, зарегистрировать в Швейцарии или еще где-то. Только для того, чтобы русский у тебя купил, потому что там будет лейб швейцарский, к сожалению. До сих пор это все работает. С точки зрения, допустим, я просто говорю косметику, ну или французскую, или медицину. Просто я в биотехнологиях сейчас как бы вот пытаюсь... Андрей, даже самогонные аппараты хоть не покупают, если написано лейбл, сделано в Германии. Ну, к сожалению, да. Когда мы это искренним, ну, это уже может... Я имею в виду аппараты, сделанные в России, но с маночкой, да? Андрей Николаевич, вы заговорили о биотехнологиях, и это новые все-таки новые технологичные рынки, технологические рынки. Нам все время говорит, кстати говоря, государство, о том, что Россия должна совершить скачок, нужно научно-технологические инициативы развивать, и нужны мощные стартапы, и вот эти самые люди, которые обеспечивают бизнес, и которые на два шага вперед бегут. В Кировской области многие... Вот я просто от многих предпринимателей слышала, что регион не будет развиваться, если у нас не появятся вот такие инновационные предприятия, не появятся научные лаборатории, связанные с производством непосредственно. Но пока что мы не видим, как раз, может быть, благодаря тому, что у нас есть оборонные предприятия, действующие на годзаказе и постоянно поставляющие налоговую базу какую-то в наш регион, что вот эти инновационные предприятия и люди, способные инновации производить, будут стремяться в наш регион. Вот с этим что делать? И действительно ли это проблема? Ну, кстати, нельзя сказать, что у нас ничего в Кировской области не делается, но создан биокластер, и как раз вот центр мой бизнес, есть там люди, которые помогают развиваться вот таким предприятиям биотехнологическим, и деньги выделяются федеральные. Поэтому, если у предпринимателей есть идея, я думаю, что он может быть сегодня облизан так, чтобы он стартанул и хорошо стартанул. Здесь у нас в регионе? Здесь у нас в регионе. И дальнейшие все условия тоже у него есть? У нас есть инфраструктура, это ВУЗ, площадка Наналека, условно, или там Лёвинца, ещё что-то. И есть до сих пор много-много в голове мыслей и людей, которые, пусть они уже и в возрасте, которые вышли с института Красной Армии, имеющие опыт большой работы вот в этой отрасли. То есть у нас вот как раз есть такое матершина условно-инфраструктура, она как раз и есть у нас в Кировской области, для того, чтобы мы были, стартанули далеко. Единственное, что у нас рынка здесь нет. То есть всё, что мы здесь произведём, наш вятский рынок, он мизерный. Но это разве проблема? Да. Поэтому, там два пути, либо через Европу, обратно в Россию, на всю Европу, либо в Китай. Кто какой выберет путь, если у него можно на ухау не украсть, и китайцы его завтра не скопируют, тогда можно в Китае идти. Если скопируют, лучше туда вообще не ходить и голову себе не морочить, потому что у нас был опыт поставки вакцины, вернее препарата, который удлиняет срок хранения вакцины. Они заплатили достаточно серьёзные деньги, купили и пропали. Что они там дальше сделали, я не знаю, не буду оговаривать китайцев, но они больше с нами не сработали. То ли содрали, то ли мне понравилось, я бы сейчас врать не буду. Так что всё у нас есть для того, чтобы заниматься биотехнологиями, научиться продавать. У нас этого нет. Мы не умеем продавать. Мы продавать не умеем. Мы умеем делать, мы умеем разрабатывать, мы умеем придумывать, но продавать мы не умеем. Может, кто-то и умеет, но это, наверное, единицы. Вот МИКО, допустим, взять, да, молодец, девочка. Но сколько уже лет она и с грантовой поддержкой стартанула, и всё, но всё равно, как бы, она вот, заводы, целый завод у неё. И она вышла уже давно за границы Кироскороста, и основной её потребитель не здесь. Екатерина Маттенцева. Молодец, она научилась продавать. Кто-то ещё научился продавать? Наверное, есть, но очень мало с точки зрения потенциала. Потенциала и опыта. А этому научить можно? Сложно. Можно, но очень сложно. Она же, она не обязана никому, Ирина, Ирина, да? Екатерина Маттенцева, рассказывать, как это она сделала, и начать платить себе конкурентов. Поэтому здесь очень конкурентный рынок в косметическом, в натуральной косметике. Они очень там толкаются на одном рынке. Нет, но речь здесь шире брать, вот как мы говорили о биотехнологиях. Так что мы можем производить то, что в Кирове не потребляется, мы не умеем продавать. Научить этому можно людей, как выходить из лёвенцев в большой мир. Ну, для этого как раз и есть вот как раз сейчас биокластер, который... Лёвенцев-то всё на наляко в порядке. Я имею в виду для малого бизнеса. Для малого бизнеса как раз вот бизнес-центры будут работать. Который мой бизнес. Да, да, да. Я тут на выходных слушала интервью с Давидом Яном. Это известный предприниматель. Он сейчас живёт в Силиконовой долине. Вообще-то у него офисы по всему миру. Это наш товарищ физик. И он сказал, что в современном мире продают даже не технологии, не обучение, а люди, персоналии. Люди, которые могут инвесторов, бизнес-ангелов, ну, на любых уровнях инвесторов заразить свои идеи. И вот так осуществляется продажа. То есть, вот человеческий капитал, конкретный человек, а не диплом образования, является двигателем в том числе и продаж. Что вы думаете об этом? Ну, личность никто не отменял в истории. Конечно, если ты не умеешь говорить и продать себя, то тебя никто не купит. Я с этим полностью согласен. То есть, даже, я ещё раз повторюсь, то есть, вот сейчас компании молодые пишут, что мы там переосмыслили, то есть, вот они говорят, я такой-то, такой-то, купите меня, по идее. То есть, не мой товар, а меня. Да. То есть, в итоге мы должны взращивать... Хороших ораторов, хороших сказочников. Ну, почему сказочников? Ну, не всегда, наверное, бывает, что мысль опережает твоё производство, и это хорошо. Получится, не получится, да, но инвесторы вкладываются именно в человека и в команду, которая говорит, вот у нас есть, как минимум, даже на стадии идей, идея о продукте. Я увидел человека, у которого горят глаза. Я в него поверил и вложился. То есть, это нормально. С горящими глазами у нас проблема. Правильно? Тогда вот, может, этим и заниматься надо? Андрей Вавилов. Зажигать. Андрей Вавилов, да. Зажигатель глаз, Андрей Вавилов. Руководитель Кировского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опор России». Дневной разворот завершен. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания.